Всем привет! Очередные записки Архивариуса. Сегодня у меня в руках вот эта гитара, джуна японская, но речь в этом видео пойдет вообще не о ней. Речь в этом видео пойдет вот об этой коробочке, которая называется Card Electronic Card Bass. Педаль, которую выпускал наш российский и отечественный производитель, про которого единственную информацию, которую я нашел в интернете, что его зовут Александр. И выпускал он их где-то примерно в предыдущее десятилетие, где-то с 2010-х годов, ну вот так в этих краях, может быть там в 2000-х. Вот все информация, которая у них есть, это, скажем так, остатки этих педалей в различных магазинах, то есть их не так часто можно найти, купить. В некоторых магазинах они есть, стоят достаточно приличный денег, в основном гитарные, Card Electronic, но гитарные педали не басовые, как вот эта. И, соответственно, группа ВКонтакте, которая давно не обновлялась, где указан телефон этого Александра, я по нему не звонил, поэтому информации мало. Если у вас информация есть, если вы, собственно говоря, Александр, автор этой педали, то можете поделиться ссылочкой про историю создания этих педалей, ну вообще про все, в общем, короче, было бы интересно, да, послушать. В общем, короче, если вы знаете, делитесь в комментариях ссылочкой или просто текстом более подробно, чем знаю я. А я, к сожалению, не очень знаю хорошо про эти педали, откуда они делали, знаю, что они наши, знаю, что вот их делал мастер Александр. И сегодня вот мы поговорим, расскажем про вот эту педаль, покажем, как она звучит. Значит, пока вот просто вот так вот звучит без педали этот бас на нэковом звукоснимателе. Вот так он звучит на двух звукоснимателях, но мы будем играть на нэковом. Вот. Что из себя представляет педаль? Педаль из пластика, пластиковый корпус точнее. Питание у неё 220 вольт, в отличие от обычных там 9-12 вольтовых блоков питания, то есть блок питания у неё внутри. Соответственно, кнопочка ON, которая включает и выключает эффект, вот сейчас она выключена. И, соответственно, кнопочка SET, которая меняет вот четыре основных эффекта. Значит, эффекты называются COMPR, значит, но он не совсем COMPR, не совсем компрессор. То есть он такой похож на перегруз, хотя, может, я просто не умею их готовить, если сказать, может, я неправильно пользуюсь. Следующий эффект, загорелась жёлтая лампочка. Эффект называется FUNK, то есть, ну, что-то такое фанковое должно звучать, послушаем. Следующий эффект, эффект DISTR, DIST, зелёненький, понятно, что это DISTORTION. И следующий эффект это SYNTHIA, то есть это синтетический бас такой, ну, знаем, такое, при компьютерном звучании. Соответственно, два трёхпозиционных переключателя, сверху написано noise, сверху обоих, поэтому я точно не могу сказать, что это значит. Попробуем потыкать туда-сюда такие варианты. Ну, естественно, классическая high, low, высокие, низкие, gain, ну, gain, понятно, и громкость. Вот, то есть, вот такая педаль, достаточно интересная. Я на ней практически не играл, я её получил, в общем, был интересный мне комбик, архивный, так скажем, исторически ценный. GERMONO 222R, ну, знатоки знают, что это за комбик, вот, но он продавался исключительно в комплекте с этой педалью, соответственно. Ну, я не стал жадничать и купил вместе с педалью. Педаль я потыкал несколько раз, ну, поскольку у меня басовый компрессор, Line 6, как бы, я им пользуюсь. Он, может, не самый идеальный звук даёт, но зато, как бы, в нём очень много всего в одной коробочке. Я, как бы, для диванного басиста, кем я являюсь, точнее, даже басистом тоже не являюсь, а так. Больше повозиться, повреставрировать гитарки. Ладно, это уже другой разговор, о другом речь. Для меня того компрессор, Line 6, которым я пользуюсь, чуть более, чем достаточно. Поэтому эту педальку я не пользуюсь. Вот решил теперь про неё посмотреть, разобраться, как она работает. Давайте разбираться вместе. Электробас-гитара Duna, Япония, потом расскажем, поговорим. Сейчас включаем нековый звукосниматель и вот так вот звучит нековый звукосниматель без всякой педали, то есть в обход педали. Теперь мы сразу здесь укрутим гейм куда-нибудь поменьше, иначе она будет очень плохо звучать. Уже проверено. Включаем на компрессоре. Следующий эффект — это эффект фанк. Следующий эффект — это, собственно говоря, эффект дисторшн. Мы сделаем, поскольку это дисторшн, мы сейчас гейна так прибавим, не кисло. Вот так. Это не до упора даже. То есть это у нас был дисторшн. Следующий эффект — это синт. Опять же, убавим, наверное, гейна. Потому что с гейном она тоже как-то немножко перегружена и излишне звучит. Теперь у нас здесь есть два переключателя. Они достаточно влияют на звук, но, если честно, я точно не понимаю, как. То есть один из них называется «Нойз», но я не совсем понял, потому что, по-моему, ну, если я не услышал, может быть, если при более глубоком рассмотрении будет слышно, но, по-моему, нифига он шум не давит, но зато какие-то изменения в звуке в нойзе. Сейчас мы по всем, опять же, эффектам пройдемся, но я уже не буду играть что-нибудь такое. Я просто буду там ми-ми как-то играть. И переключать, соответственно, каждый из этих выпеканий. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Уровень у них у всех эффектов разный Поэтому соответственно Выставил нужные уровни Сейчас они все на максимуме стоят И дальше уже Чтобы они не слетели эти уровни Значит они крутятся вот именно вот Отверточкой Убрали компрессор вообще в ноль Ну и соответственно Классические высокие Ну, ручка высоких Убрали все высокие Убрали не все высокие Убрали высокие, которые могут убрать эту педаль Ну, чуть ли я низкий на замке Не смотрю куда Так, рукой кушать Рукой кушать Соответственно, гейн Но гейн здесь Я рекомендовал бы держать Где-нибудь поближе К самому минимальному положению Потому что если выкрутить его гейн в максимум Он становится очень паршиво Так скажем Ну, на мой вкус Может быть на дисторшне это нормально Но на всех остальных Эффектах гейн Это просто зло Вот Я посмотрю, услышите Что такое гейн на этом компрессоре То есть это мы сейчас убрали гейн в ноль Ну и общий уровень всего Нового сигнала Здесь Редактор субтитров А.Семкин